эс здрасте всем друзья привет уленьки продолжаем играть в ферму от родная долина и как обычно в общем то что у нас происходит на полях друзья урожай кофе еще не созрел а вот тростник созрел поэтому тростник манера поставим убираться и пойдем сегодня у нас целая серия будет посвящена только заводом потому что построился у нас новая новый заводик вот кстати я парковочное место вот этому товарищу сделал вот здесь не хочет он нормально заезжать в эти ангары поэтому в общем то и хрен с ним запускаем этого товарища в работу он пошел у нас собирать тростник урожая будет чуть меньше скорее всего чем прошлый раз в прошлый раз по моему миллион семьсот собрали и в пару к этому товарищу где он вон он наш оранжевый man едь давай разгружай комбайн а мы погнали смотреть что у нас происходит на заводах начнем друзья с того что на базе на тяще по всем заводам пробежимся значит семена семена мы не делаем уже давно и возможно скоро запустим что нас по семенам вообще осталось 211 кубов еще будет меньше 100 запустим завод сделаем так удобрение друзья удобрение мы производим я съездил пособирал ил и забил полностью элеватор да я такой псих на пока смысла его разгружать что-то тут менять нету на базе друзья у нас лежит здесь ровно три миллиона ила все его полностью под завязку забил что наверно с удобрениями у нас вообще все прекрасно на ближайшие годы на базе есть два двести два триста почти удобрений прекрасно и силосная башня у нас друзья еще есть надо отсюда выгрузить силос и закинуть травы кстати траву я тоже собрал 5 миллионов 800 литров 800 тысяч литров и травы у нас есть такс надо здесь немножко автодрайв подправить поэтому поехали сделаем это сразу на именно точку выгрузки надо протянуть чуть чуть дальше давайте кому вот это соединение уберем сделаем соединение с этой потому что этот man здесь не разгружать слишком она далеко не знаю как он загружаться будет или нет сейчас посмотрим вообще в теории должен загружаешься на элеваторе закидываешься в ферментатор один раз едешь погнал так не тот режим как обычно все погнал он это быстро сделает потом поставим его отвести обратно силос на переработанный силос да а также на базе но почти на базе у нас топливный завод погнали посмотрим что там а здесь у нас есть уже 92 куба топлива то есть трохи раскочегарилась все эта тема четыре линии у нас работает пока что ни одна из них пополнение как такового не требует так что пускай работает далее наши предприятия которые находятся на лесопилке лесопилка сама у нас остановилась опять-таки досок много выгружаем эти доски запускаем линии сейчас будем смотреть куда они требуются если не требуются то часть продадим смолы есть у нас 40 кубов угля 10 кубов осталось угля можно сюда привести но и щипы 33 куба в общем то сейчас придумаем куда ее деть в принципе еще не переполнен да кстати еще друзья по поводу автодрайва у нас есть . лесопилка вот здесь мы ее отсюда убираем удаляем надо делать другую локацию потому что здесь на пути он приезжает ждать протянем эту точку немножко туда подальше на травку да ну падла что-то не соединяешься значит вот так соединяем эту удаляем черт опять намудрил так все вот так вот должно работать . лесопилка отправляются в папку лесопилка шикарно давай в общем сам ей туда надеюсь доедешь и не будешь никому мешать а так вот на чем остановились доски доски надо будет посмотреть куда мы денем далее производство планок у нас 33 куба планок есть доски здесь досок здесь хватает но в принципе можно закинуть еще это не проблема можно и где туда производство поддонов у нас уже давно стоит но сегодня моего скорее всего запустим обратно также друзья у нас есть завод бумаги тут у нас закончилась щипа щипу надо сюда привести обязательно а и есть у нас завод дсп он тоже стоит тут у нас тоже закончилась щипа клея тоже мало черт клей по-хорошему тоже сюда привести далее друзья клеевой завод угля здесь хватает карбоната кальция еще есть 100 кубов в принципе хватает но если что можно и привести смола закончилась поэтому производство стоит клея друзья мало 38 кубов всего вообще не хорошо но и друзья самое главное у нас построился завод гипсокартона который нам сегодня надо запустить а сюда надо будет привести уголь клей в принципе клей рядом гипс поддоны бумагу и на выходе будет у нас гипсокартон и мусор какой-то ангар что он здесь у нас здесь одна линия всего уголь в общем то проведем автодрайв гипс проведем автодрайв а поддоны бумага придется возить руками но автодрайв точку автодрайва тоже сделаем можно было его отправить но и друзья клей можно тоже по автодрайву будет привозить здесь у нас вы видимо станции типа погрузки будут этого самого гипсокартона гипсокартон вроде как на длинных палетах как и доски но это не точно так что в общем то есть чем заняться хард куда ты поехал а вот этот товарищ здесь стоит а чё ты здесь стоишь ты видимо не успел доехать до парковки ладно мы тебе сейчас работу то придумаем да друзья еще одно предприятие не посмотрели это камни дробилка тут есть 27 кубов дизеля не так давно отвозил насколько сюда его всего вмещается 100 кубов вмещается можно прицеп будет отвести не проблема известь гипсокартонат кальций известняк это все друзья на базу потихоньку вывозил принципе уже тут под насобиралась что можно вывозить но пока что тут стены не ломятся от переизбытка поэтому все нормально ну что ж давайте тогда отправлять всю технику возить все и приниматься за работу ман наш кстати вернулся уже отвез силос хорошо давай друг тогда съезде выгрузи немного силоса перментатор силос и мой элеватор и загружай силос и один раз тоже освободи кстати сколько у нас то силоса на базе 810 кубов нормально само то кого мы отправим работать сейчас мы конечно же отправим вот этого вот gc бишку она у нас пока что один раз едет на мой элеватор и забирает там щепу после чего едет разгружается на лесопилку например дсп щепа отличный план по моему погнал а также возилка вот это вот наша замечательная маленькая пупучка ты у нас разгружаешься на бумагу щепа а эту самую щепу берешь на лесопилки и два раза тебе надо вот такое вот дело провернуть поэтому давай шуруй тоже катайся далее вот этот товарищ который у нас тоже перевозками любит заниматься ты у нас едешь на лесопилку и загружаешь смолу и эту самую смолу ты везешь на клей смола выгрузка вот так вот и до забираешь смолу и один раз но в общем то все нормально так силос у нас загружается это тоже хорошо поэтому вроде бы в работу всех отправили далее друзья погнали развлекаться с поддончиками во первых сколько мы сюда можем закинуть этих самых поддонов тут по моему 75 кубов вместимость до 75 кубов нас там лежит 40 то есть 25 10 поддонов мы сюда спокойно можем закидывать так что друзья закидываем так закинули 9 место в общем то стало не то чтобы сильно много насколько я понимаю один прицеп можем смело продавать освобождая место для этого возьмем вот этого вот товарища получается если мы все три линии выгрузим останется еще два поддона один эти два поддона выгрузим на производство досок туда еще влезет значит что мы делаем загружаем точнее выгружаем доски со всех линий и проезжаем автозагрузкой это все дело подбираем вот щекарно так со давайте мы этому товарищу сделаем парковочное место лесопилка мне кажется это будет правильным решением все равно он живет у нас принципе здесь а куда ты поедешь выгружаться друг мне расскажи вообще на самом деле это я должен ему рассказать на порт вашингтон но ей тогда на порт вашингтон не вижу в этом проблем ты окс пока он едет друзья давайте освободим здесь еще камни пустим их в дробилку но все как обычно у нас тут выгружаем 7 штук и закидываем их на конвейер сверху первая партия у нас пошла и судя по звукам у нас приехала наши вот это вот братья которая ехала сюда щекарно штибишку как раз надо сейчас перехватить он нам понадобится к я не помню кого куда я отправлял кто у нас куда везет щепу но это на самом деле то и не важно этот видимо не сюда проскакивает мимо маленький трактор загрузился щепой правильно да маленький трактор загрузился щепой ман идет загружается смолой загрузка пошла этот товарищ у нас разгружается давайте его с маршрута снимем разгрузим сейчас поедем кататься на этом тракторе водитель на hard прибыл на парковка это он молодец эти ребята щепу возят тоже молодцы в общем то тут все хорошо давайте еще один выгрузим тут как раз загрузились камни проделаем эту операцию еще раз 2 партия у нас тоже поехала щекарно между тем получается щепа у нас выгрузилась соответственно dsp дальше продолжает производиться хотя на самом деле и не знаю понадобится ли он для строек мы сейчас посмотрим понадобится ли он достроек до для стройки стали литейного завода dsp надо поэтому мы его производим сметный завод строится без dsp так что dsp продолжаем производить я не помню сколько там надо для стройки потому что если 40 кубов то у нас уже есть если больше то у нас этим проблемы у нас еще клея дефицит получается но это ладно бумага у нас тоже дальше производится это в общем то все хорошо поехали тогда на клеевой завод на этом вот товарищи прекрасном будем там делать автодрайв охренеть друзья я чемпион по застреванию между деревьев ладно будем считать что выбрались но это только потому что я сильный и ел кашу и так с автодрайв эту полосу на самом деле основной магистраль сделать бы с другой стороны давайте в первую очередь наверное это и сделаем потому что все это проходит довольно близко к заводу надо сделать подальше так начало как как то так далее друзья делаем точки выгрузки тогда их у нас здесь получается будет 4 на 4 ингредиента одно на поддоны одно на уголь одно на смолу и одно на что там еще а гипса да как же что без гипса наверно прицеп сторону друзья поставим чтоб не мешал и поехали кататься а а а а Субтитры подогнал «Симон» Ну, типа как-то вот так вот получилось. Единственное, тут еще в гаражах, я не знаю, где будет загрузка, но когда она появится, тогда мы, в общем-то, и узнаем, в каком виде этот гипсокартон будет и где он будет появляться. А там, может быть, тогда что-нибудь и подгоним. Значит, друзья, давайте запускать все это дело проверять. Так, с профи тоже прибыл, навозил Камал. Хорошо. Значит, что нам надо? Нам надо что и сколько нам надо? Вот хороший вопрос. Чего, сколько сюда влазит? Гипса влазит 300 кубов, соответственно, 6 раз можно этого товарища отправить покататься и он покатается. Угля 200 кубов влазит, но, насколько я понимаю, расход будет не сильно большой, поэтому можно за компанию отправить 6 раз возилку маленькую. Тоже пускай трехи сюда привезет и все будет нормально. Клей, друзья, 100 кубов влазит, но клея столько у нас нету. У нас клея, по-моему, 30 кубов всего, да? 38 кубов у нас клея здесь. Поэтому один прицеп, один раз мы тоже отправим. А поддоны придется ввести руками. Гипса ж мы уже наковыряли 300 кубов, правильно? 284 куба. Ладно, давай три раза. 150 кубов привезешь. Будем считать это достижением. Элеватор карьер загрузка и выгрузка. А, надо же в папочку это все дело перекинуть, то, что мы сейчас насоздавали. А папочка клей гипсокартон. Вот она. Клей, в общем-то, для всего и гипс для всего. Может быть, конечно, тупо я назвал гипс гипс выгрузка, но фантазии у меня на что-то более адекватное на самом деле не хватило. Вот они, наши четыре точки. Значит, ты у нас везешь вдруг гипс. Три раза. И да, гипс мы тебе тоже поставим возить. Три раза и погнал. Куда ты поехал? Просто вот ради интереса расскажи мне. А, нашел какую-то точку, нормально. С этим понятно. О, вот этот товарищ, кстати, доехал у нас доски привез. Какой молодец. Ну, сейчас мы их выгрузим. Выгружаем их отсюда назад. И, разумеется, они все в триггер не попали. Какая жалость. Но ничего страшного. За четыре поддона 15 тысяч. Доски продавать это не самое выгодное занятие на самом деле. А, точнее, я бы даже сказал, совсем невыгодное занятие. Тем более, это, скажем так, не очень удобно. Все. Выгрузили. Давай, друг, едь на лесопилку. Мы тебя там загружать сейчас будем. Далее, друзья, переходим на базу. Вот этого товарища надо отправить возить уголь. Элеватор, карьер, загрузка. Едешь ты на клей, гипс и картон, гипс, уголь, выгрузка. И везешь уголь. Давай, шесть раз. Этого угля должно будет хватить надолго. Да и тем более, уголь у нас есть. С ним все хорошо. И, друзья, клей. В принципе, на самом деле, довольно просто. Можно выгрузить один поддон, вот этот контейнер 25 кубов. И руками его перенести. Но, мне хочется, чтобы вот это все на автоматизме было. Значит, клей, загрузка. И гипс, клей, выгрузка. И везешь клей. Один раз. Погнал. Пока они все едут, мы найдем вот этого товарища. И он поехал кругами, кругалями просто. И я его перехвачу. И поехали, загрузимся. О-о-о-о. Понятно. Такое иногда случается. Не смешно, между прочим. И первым, друзья, у нас, разумеется, приехал Ман. Он был пустой. Ехал с базы. Ехал быстро. Так что, давай, загружайся. Мы посмотрим, как ты будешь задним ходом здесь заезжать. Боже, как ты долго заезжаешь. Ладно, пока он заезжает, друзья, посмотрим важную информацию. Важная информация, это то, сколько сюда требуется и влазит бумаги. И кто-то нам еще надо было. Почему здесь не вылазит вот эта вот штука, подсказка справа? Мне не нравится такое. Так, бумаги 72 куба. Можно привести поддоном в 28 кубов. И этого, видимо, надолго. Хотя, на счет бумаги, не знаю. Нормально, он, девочка, задним ходом на Мане вполне себе ровненько, нормально заезжает. Ну ладно, этот триггер-то мы видели, что работает точно. Нас интересует выгрузка. Кстати, с учетом того, как ему тут ехать, я, честно говоря, даже не знаю, удобно ли это. Но сейчас увидим. Какую-то точку он же найдет, он точно на этот маршрут выйдет. Как-то да поедет. Сейчас, в общем-то, это и проверим. Ну, насколько я понимаю, вообще гипс должен быть прям основным таким ингредиентом здесь. И клея, и всего, в общем-то, должно использоваться не так много. Так, нашел точку. Молодец. Смог сюда заехать, на эту линию. Стой. Молодец. Надеюсь, даже заезжает, не врезается, все отлично маневрирует и едет даже через триггер с этой цистерной. Лепота. Клей выгружает и сваливает обратно на стоянку. Радует меня это. Тем временем и второй, кстати, приехал. Ты у нас привез уголь. Уголь у нас в самую дальнюю штуку вот эту выгружается. Упс, остановился, значит, триггер увидел. Крышку снял. Красавчик. Тоже деваха, кстати, за рулем. И уголь у нас тоже выгружается. Отлично. Шикарно. Вижу, он только ездил с гипсом. JCB-шка намного медленнее ездит, чем вот этот вот трактор. Потому что JCB-шка таскает больше веса. Она всего на 10 км в час по максималке больше. Но это не считается. Ладно. Пока он там едет. Мы можем загрузить на нашу платформу. Так, я побежал не в ту сторону. Ну, а 18 поддонов. За одну ходку давайте мы возьмем, наверное, 4 поддона с бумагой. Точнее, с поддонами. 4 поддона с поддонами, да. А где вот этот товарищ? 4 поддона с поддонами. Создать 4 поддона. Они по кубу. А бумагу, кстати говоря, бумага в чуть-чуть других поддонах идет. Может быть, нельзя будет одновременно возить. Получается 14 поддонов мы создаем. Их можно создать 5. Нет, скорее всего, это те же самые поддоны среднего размера. Тогда загружаем все это барахло. Включаем автозагрузку и загружаем. Во, 18 поддонов у нас загружено. И этого товарища с этим всем добром мы отправляем клей поддоны. Во, надеюсь, он туда доедет. Тем временем, GCB сюда приехала и выгрузила гипс. И это тоже у нас работает. Прекрасно, прелестно. Осталось только поддоны и бумага. И они уже в пути. Добрался. Почти без приключений. Молодец. И давай останавливайся. Ну, в общем-то, нормально он останавливается. На самом деле, я не сказал бы, что он прям сильно удобно здесь остановился. Но здесь не очень удобное место разгрузки. А еще здесь... Так, наверное, надо вообще вот эту вот штуку открыть, да? Нет, она не открывается. И она сама откроется, когда мы вот на эту кнопочку нажмем. Forest Products. Вообще, в игре предусмотрена возможность, например, поставить склад. Для всяких вот этих лесопильных вещей. Все попадало, все неаккуратно. Нормально, пойдет. Вообще, не должен это руками разгружать. Прикиньте, эту карьеру проходить без автодрайва, без автоподборов, стандартной техникой. Все вот эти вот поддоны, все грузить вилами. Как контейнеры грузить, я тоже пока не знаю, если честно. Вилами же, наверное, хрен его погрузишь. Блин, когда-то я уже помню, я вот так вот руками то ли что-то загружал, то ли что-то разгружал. И это очень долго было. Загружал, наверное. Я вот такой вот прицеп тоже большой. Два ряда поддонов. Что-то такое у меня в памяти есть. Места-то тут на остальные поддоны. Да нету. Open door. Какое чувство, что это здесь должна быть кнопка. Да, это кнопка. Open door. Ха. Э. А что она закрывается? Странное дерьмо. Ну ладно. Видимо, вот там он триггер. Да. Там триггер приемки. Вздынь. Моментом залетает. О, кстати, еще уголек приехал. А вот здесь кнопочка, наверное, вот это вот дело... Блин, нифига эту кнопочку сейчас не нажать. Надо отъезжать. Короче, вот так вот все закидываем. Абы как? Абы как просто берем и вот так вот закидываем. Держите вашу бумагу. Бумага сейчас дорогая, кстати. А вы вот ее тратите для того, чтобы что-то построить. Понимаете? И вот для строительства моста нужна бумага. Где же это видно такое? Я потом придумаю, друзья, как это удобно загружать все. Возможно, будем подгонять задним ходом и выгружать с платформы сзади. Но пока просто, знаете ли, первый раз поиграться вот так вот. Мана давайте мы отгоним в сторону. Я же что-нибудь уже накосячил обязательно. Без этого никак. Ман стоит здесь. А мы попытаемся нажать на эту кнопочку, чтобы все красиво отсюда уехало. Вот так вот, бздынь. Оно закрывается и начинает затаскивать все эти поддоны туда. Иногда это выглядит, конечно, страшно и дико. Да, вот этот на боку у нас, получается, не смог. Мы его переворачиваем, он исчезает. Э, а этот куда? Понятно. А этот я хочу еще посмотреть, как оно катается. Поэтому ставим этот поддон сюда и нажимаем на кнопочку. Бздынь. Оно поехало покатилось. Ужасно это выглядит на самом деле. Такое чувство, что он может в текстуре этот поддон провалиться. Ладно. Это у нас есть и, в принципе, завод. То у нас теперь работает. Тут все загудело, запыхтело. Теперь вопрос с знатоком. Как быстро у нас будет производиться гипсокартон? На этот вопрос ответим сами. 3000 литров в час. Довольно быстро. Я очень надеюсь, что он не очень сильно много будет жрать клея и бумаги. Бумага вообще медленно производится. Гипсокартон быстро. Ну ладно, у нас же все хорошо, правильно. А ты, друг, едь на лесопилку. А тем временем, кстати, у нас и страстник полностью собрался. Тоже замечательно. Чистенько выкашенное поле. Потом оно созреет еще раз и мы его еще раз соберем. Я, кстати, не посмотрел, сколько у нас страстника было на базе. Но я помню, что вроде как мы 1700 собрали. А сейчас, получается, у нас уже этот комбайн намолотил 3080. То есть собрали где-то 1300 с копейками. Вот такая вот история. То есть, да, действительно получилось меньше. Но все равно много. В общем, это поле пока не трогаем. Пускай здесь еще как минимум раз или два растет тростник. А потом уже будем думать. На этом, друзья, наверное, эту серию мы закончим. Посмотрели все производства. Все запустили. Все работает. Все прекрасно. Ну а в следующей серии тогда у нас уборочная. У нас, напомню, везде растет кофе. Его очень много. И нам нужны, друзья, денежки. Ну я еще подумаю, что нам можно такого продать. Вообще кофе, он, конечно, на продажу у нас растет. Но он пока уберется. Деньги нужны раньше будут. Поэтому посмотрим, что-нибудь придумаем. Надо нам, кстати, полтора миллиона денег, если что. Ну ладно, что-нибудь продадим. В общем-то, на этом все, друзья. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Лайкусики ставить не забываем. Комментарии тоже пишите. Мы, друзья, уже потихонечку начинаем выходить на финишную прямую по постройке мостов. Осталось построить всего два предприятия и все. Если не хотите долго ждать следующую серию, то, скорее всего, на Бусти она уже есть. Ссылочка в описании. Ну а всем подписчикам, кто поддержит меня на Бусти, вам огромнейшее спасибо, друзья. На этом все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилой. Всем пока-ки.